За последние 8 лет бюджет Uber на лоббирование был увеличен с 50 тысяч до 700 тысяч евро. Эта американская компания якобы использовала эти деньги, чтобы добиваться выгодных для нее решений от евродепутатов, сотрудников Еврокомиссии и национальных представителей самого высокого уровня. Этим лично занимался бывший главный лоббист Uber, который перешел на другую сторону и разгласил детали своих операций. Когда политики пытались нас остановить, мы кооптировали саму демократию, мы использовали политическую власть потребителей, оказывали общественное давление на выборных должностных лиц, мы заваливали их миллионами петиций, сказал Марк Маган. Мы сказали политикам, что согласимся закрыть спорный, незаконный и сверхдешевый сервис UberPOP. Если они изменят закон так, как мы хотели, мы используем как оружие наших водителей и наших клиентов. Бывший лоббист цифровых платформ утверждает также, что научные исследования, предоставленные европейским законодателям, не были по-настоящему независимыми. Когда я работал в Uber, мы платили ученым за то, чтобы они использовали искаженные наборы данных для получения цифр, которые укрепляли позиции Uber, продолжал Маган. Эти данные показывали завышенные доходы наших водителей, потому что они не учитывали время простоя.